Приветствуем вас на программе Истины Евангелия с Эндрю Вомаком. Цель его служения – донести до людей весть о Божии безусловной любви и благодати. Благая весть вещается через множество телесетей и библейский колледж Харрис по всему миру. А теперь, пожалуйста, Эндрю. Я приветствую вас на программе Истины Евангелия. Сегодня вторник, и сегодня я продолжаю учить по теме, как найти, исследовать и исполнить Божью волю. Мы перешли к заключительной части, как исполнить, как воплощать Божью волю. Это крайне важно, потому что многие находят Божью волю, даже начинают двигаться в нужном направлении, но лишь немногие могут поддерживать этот ход и дойти до финишной черты, как победители. А в этом главная цель. Кто хочет начать, а потом пойти под откос по дороге, что называется. Точно так же важно дойти до финиша, как и хорошо начать. Вот об этом мы и говорим. Все эти фазы важны. Нельзя хорошо закончить, если вы не нашли Божью волю, поэтому нужно ее найти. Вам нужно научиться следовать Богу, узнавать Его путь, слушать голос этого Духа, быть ведомым Господом. И потом вам нужно закончить, дойти до финиша, исполнить эту волю. Об этом мы и говорим. Первые два дня этой недели я говорил о том, что вам нужно повиноваться Богу. Все это действительно просто. В притчах 14 главе 12 стихе говорится, есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их путь к смерти. В этих стихах, в этих словах много важного. Вам нужно научиться быть послушным Богу, потому что есть путь, который кажется прямым, но Божьи пути не наши пути, Его пути выше наших путей. И здесь говорится, конец, единственное число. Конец их путей, множественное число. Так конец один, смерть. То есть есть множество разных путей. У всех у нас есть свои способы, как и что делать, но только один конец будет. Это смерть. Потому что ничего не получится. Либо вы исполните то, к чему Бог вас призвал, либо нет. И для того, чтобы исполнить, вам нужно быть послушным тому, что Бог говорит вам, независимо от последствий, которые могут быть. Это так просто и так легко, но удивительно, как послушание точно не является тем качеством, о котором людям нравится говорить. И я много времени потратил первые два дня, говоря, обращаясь к тем, кто освобожден благодатью Божией. И я сам один из них. Благодать Божья освободила меня. Но она освободила меня не для того, чтобы делать свои собственные дела и делать их по-своему. Она освободила меня, потому что сейчас я понимаю, что Бог любит меня, Его благодать и достаточно для меня. Я могу уповать на Него, доверять Ему, и делаю то, что Он мне говорит. Я ставлю Его пути выше моих путей, потому что я научился поступать по Его призванию. И я вижу, как Бог благословляет меня за это. Я верю, что Божьи благословения независимы от нашего послушания. Бог любит нас, и поэтому с этой любовью Он благословляет нас и дает нам эти благословения по благодати. Но если вы не следуете Его ведению, то не увидите полноты этих благословений. Позвольте мне показать вам еще один отрывок из Писания. Это 3 книга Царств, 17 глава. Здесь отрывок из жизни Илии. Хороший пример того, что я хочу сказать. 3 книга Царств, 17 глава. Бог дал слово Илии, и в первом стихе говорится, «И сказал Илия, фесвитянин из жителей Галаадских Ахаву, «Жив Господь, Бог Израилев, пред которым я стою. Все годы не будет ни росы, ни дождя разы, только по слову Моему». Бог обратился к Илии, и чтобы тот пошел к царю Ахаву, царь Ахав и его жена Язавель убивали божьих пророков. И когда Илия пошел с ними разговаривать, он поставил себя в прицел этого царя и подверг свою жизнь опасности. Но это слово от Бога ничего бы не достигло, если бы Илия не повиновался бы, не пошел бы и не сказал бы, не передал бы его Ахаву. Я могу много сказать об этом примере, и есть множество учений, которые я дал на эту тему. И вот посмотрите, в следующем стихе, «И было к нему слово Господне, «Пойди отсюда и обратись на восток, и скройся у потока Харафа, что против Иордана. Из этого потока ты будешь пить, а воронам я повелел кормить тебя там». И когда вы будете читать эту историю, вы увидите, что наступил голод, и люди страдали, мучились от голода, от засухи, и Бог отправил Илию в такое место, где ему вороны приносили мясо, приносили ему хлеб утром и вечером, и кормили его. Но посмотрите, пожалуйста, на 4 стих, здесь сказано, «Из этого потока ты будешь пить, а воронам я повелел кормить тебя там». Бог благословил Илию и дал ему безопасное место, убежище. Он велел воронам приносить ему хлеб и мясо. Его нужды были обеспечены чудесным образом. Все это по благодати, по благодати. Бог все это сделал для Илии и защищал его. Но заметьте, и это крайне, крайне важно. 3 царь 17.4, во второй части здесь говорится, «А воронам я повелел кормить тебя там». Он не посылал обеспечение Илии туда, где был сам Илия. Он присылал обеспечение туда, куда он отправил Илию. Это глубокая истина. Такая простая, что многие ее не понимают, но она очень глубокая. «Бог по благодати дал обеспечение Илии, но Он отправил обеспечение не туда, где был Илия, а Он отправил обеспечение туда, куда Он отправил Илию». Как в американском футболе, конечно, может быть, не все знают, что это такое, но в американском футболе, когда квотербэк бросает мяч тому, кто его принимает, он бросает его не туда, где стоит принимающий, а он посылает его вперед, куда принимающий побежит. в будущую точку, где тот будет находиться. Вот вам иллюстрация того, что Бог по благодати обеспечивает нас, как Он обеспечил Илию, так что тот мог прятаться, вороны его кормили, Бог обеспечил его. Вот вам благодать. Но Бог не посылал обеспечение туда, где был Илия, а Он послал Илию туда, где приготовил Ему обеспечение. И Илия должен был быть послушен Богу, чтобы воспользоваться этой благодатью. И если бы Илия остался там, где был, и сказал бы, Бог, я повиновался тебе, теперь ты уж меня обеспечивай. Он мог бы сидеть там, на старом месте, и умер бы от жажды, и умер бы от голода. Но здесь говорится, я повелел к воронам. Он уже обратился к воронам. Вороны летают быстрее, чем Илия может бегать или ходить. Так что Бог отправил обеспечение, обеспечение было уже в пути, уже было на месте, но Илия не увидел бы его, если бы не повиновался и не пошел бы туда, куда Бог его отправил. Если бы он не пошел туда, не был бы там, то не получил бы Божьего обеспечения. И проблема в том, что большинство из нас не там. Мы не повинуемся, мы не делаем то, что Бог нам сказал. Больше того, в следующем стихе, 17 глава, 5 стих, «И пошел он и сделал послову Господню». Если бы он не пошел и не сделал бы то, что Бог ему сказал, Бог по благодати все еще имел бы обеспечение для него, вороны все еще носили бы хлеб и мясо, но Илия бы ничего не получил и мог бы просто умереть. Он мог бы сказать, «Бог почему-то не обеспечил меня». Но Бог обеспечил его, но он послал обеспечение туда, куда он сказал Илия пойти, а не туда, где Илия был на тот момент. И я мог бы вам сотни историй рассказывать о своей жизни, как Бог мне говорил что-то делать, и так как я шел и делал, я повиновался Богу, то я видел сверхъестественно чудесное обеспечение. Это здание, в котором мы сегодня находимся, вы знаете, что мы строим Библейский колледж в Уодленд Парке в Колорадо. Это крупный проект, но у нас все еще остались офисы служения Андрю Вомако в Колорадо Спрингс, и моя телевизионная студия в Колорадо Спрингс находится. Так вот, мы переехали в это здание из здания площадью 14 600 квадратных футов, а это 110 000 квадратных футов. И для нас это был огромный шаг. Вы знаете, что здесь одни мои коммунальные услуги в этом здании? Я не уверен сейчас, каков средний показатель, но тогда, когда мы впервые переехали сюда, в среднем у нас 7-8 тысяч долларов в месяц уходило только на оплату электричества и воды. А в предыдущем месте у меня вообще таких расходов не было. То есть это был огромный шаг веры. Я мог бы сидеть и сказать, господи, я не могу, у меня нет денег. Но когда мы впервые сделали шаг, переехали сюда, у меня не было денег даже, чтобы оплатить счета, не то, чтобы еще что-то делать. То есть 3,2 миллиона долларов потребовалось, чтобы это здание привести в порядок только для того, чтобы могли его использовать. Раньше это был просто склад, пустой склад. И у меня даже есть телевизионная программа, которую я снимал. Я даже не помню, в каком году, в 2002 или 2003 году. то есть это был открытый склад, и вы видите, как там сзади движется погрузчик, собака бежит за спиной, пока мы снимаем программу. То есть это все был крупный шаг, и у меня не было денег даже на оплату счета, не то, чтобы вообще что-то здесь проводить в порядок. Но Бог сказал мне начать действовать. Я был уверен, что это Господь, поэтому я пошел и начал делать то, что Бог мне сказал. И я рисковал. Я сделал себя целью, так сказать, уязвимым. Я надеялся на Бога. Если бы Бог не действовал, я бы потерпел неудачу. Но здесь, в этом месте, это было мое место, которое называют там, то место, куда Бог меня призвал. И обеспечения было настолько больше здесь, в этом месте, чем оно было там, в том малом здании. И у нас даже здесь оставалось денег больше. Я мог бы сидеть, я мог бы рассуждать, уповать на свое понимание. Я мог бы отказаться, оповиноваться Богу и сказать, Бог, я отказываюсь, пока не дашь мне деньги, я не перееду. Так делают большинство. Многие так делают. Когда, например, речь заходит о том, чтобы приехать к нам учиться, сотни людей мне говорят, я знаю, что Бог мне сказал приехать к вам учиться. Вот что Бог мне сказал, но... И обычно они мне говорят о том, как у них нет денег, или у них есть одна проблема, другая, негде жить, нет работы. Кто-то сказал, что я не могу бросить собак, но собаки могут в Колорадо жить, привозить их сюда. То есть многие знают, что Бог говорит, но не будут повиноваться. Они хотят, чтобы Бог сначала прислал обеспечение, а тогда, когда не надо будет ни веры никакой, ни риска, ни удачи, тогда они будут повиноваться. Нет, вам нужно повиноваться, идти туда, где обеспечение, там, не здесь, там, куда Бог вас отправил. Если Бог сказал вам идти в библейский колледж, повинуйтесь, и ваше обеспечение будет больше там, куда Он вас призвал, в библейском колледже, чем там, где вы сейчас находитесь. Повинуйтесь Богу, и увидите, как Бог действует. Благословение Божье не просто дано, оно не дается по делам, его нельзя заслужить. Бог повелел благословением прийти на нас полностью по благодати. Но если вы не повинуетесь, вы можете упустить Божье благословение. И я мог бы показывать вам примеры из жизни разных, разных, разных людей в Библии, и показал бы вам один и тот же принцип, как он действует. Бог призвал Авраама в 12 главе Бытия и сказал ему оставить дом своего отца, выйти из своей земли. Он обещал ему дать другую землю. И нигде в Писании не говорится, что Авраам был таким великим, классным человеком, так любил Бога и служил ему. Поэтому Бог так ему сказал. Нет, дальше говорится, что отец Авраама поклонялся идолам, и сам Авраам был воспитан, наверное, в идолопоклонстве. Мы не знаем, конечно, наверняка, и не дается много информации о том, какова была жизнь в Уре Халдейском, но он согрешал, Авраам согрешал и делал крупные, крупные ошибки. Он солгал дважды о своей жене, назвав ее сестрой. Она только моя сестра. Да, она была, как бы, некоторым родом его сестра, но она была его жена, и он отдал ее другому царю, и он хотел отдать ее фараону, чтобы спасти свою жизнь. И тот забрал Сару и собирался сделать ее своей женой. Он не защитил свою жену, он был в страхе. И тут, как не объясняю, он сделал крупную ошибку, и не одну. Он дважды так поступил. Он был готов отдать свою жену, в общем-то, сдать ее как в проституцию, чтобы спасти себя. Что уж тут хорошего? Это уж точно неправедная черта. Авраам также, мы знаем, когда Сара, казалось, не могла уже родить, и возраст деторода у нее прошел, она решила дать свою служанку, свою служанку, рабу Аврааму, чтобы он родил детей через нее. И у Авраама родился Исмаил, который стал отцом всех арабов, и сегодняшний арабо-израильский конфликт, в общем-то, начал Авраам, фактически, потому что он решил поступить по-своему. Так что, когда Авраам пришел в землю ханаанскую, он был не самым, так говорится, умным, и не все делал правильно, и подозревая, что в Урихалдейском он тоже был таким, все это я говорю зачем, чтобы показать, что Бог по благодати явил ему свое призвание, благодатью он решил сделать его отцом многих народов, все по благодати, в Римном 4 главе все это совершенно четко показано, что именно благодать Божья совершила все эти удивительные дела в его жизни. Значит ли это, что Авраам не поминовался Богу? Нет, да, Авраам делал неверные решения, он совершал ошибки, но когда Бог его исправлял и показывал ему, Авраам исправлялся, и Авраам повиновался Богу. Я хочу показать вам отрывок из Римном 4 главы и прочитаю вам некоторые стихи из Нового Завета об Аврааме, как он был послушен Богу. Римном 4, 18 говорится об Аврааме. Он сверхнадежды поверил с надеждой, через что сделался отцом многих народов, по сказанному «так многочислено будет семя твое». И не изнемогший в вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело и утроба сарено в омертвении. Не поколебался в обетовании Божьим неверием, но пребыл тверд в вере, воздав славу Богу, и будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное. Потому и винился ему в праведность. Эти стихи Писания говорят о том, что благодать Божья явилась Аврааму, но Авраам сотрудничал с Богом, был послушан ему. Он не делал все совершенным образом, слава Богу, за его милость и благодать, но он все-таки делал то, что Бог ему говорил. Бог сказал ему оставить дом Отца, землю Отца, и Авраам по каким-то причинам решил не повиноваться полностью Богу. Во-первых, они пришли к Харану, и с ним все еще был его отец, и там же был его племянник Лот с ним. В конечном итоге его отец умер, и Авраам пришел в землю Хананскую, но Лот все еще был с ним, и Бог сказал оставить дом Отца и всех родственников, но он привел своего племянника Лота. Лично я думаю, ну это мое мнение индиология, вомокология, да, что когда Фара умер, а Лот был молод, и он остался без отца, он остался без водительства, и Авраам стал ему как отцом, дядя, старший дядя, и тот чувствовал, что отвечать за него хотел ему помочь. Вместо того, чтобы полностью упоминаваться Богу и сделать точно, как Бог сказал ему, он привел Лота с собой, и Бог дал ему частичное обетование, что тот унаследует землю, но когда Лот отделил себя от него в Бытие 13 главе, сразу после этого разделения Бог увеличил это обетование, сказал, посчитай звезды на небе, песок на берегу морском, и если ты можешь их посчитать, столько же будет у тебя потомков. И он дал Аврааму разные конкретные детали о том, какая это будет земля, то есть, другими словами, когда он частично повиновался Богу, он получил частичное обетование от Бога, а когда он полностью повиновался Богу и отделил себя от своего брата, от своих родственников, как Господь ему сказал, то его благословение стало увеличиваться, и Авраам должен был повиноваться Богу до того, как, или для того, чтобы Божье благословение проявилось. Благословение не было обусловлено его повиновением, чтобы Бог дал это благословение, но чтобы Авраам принял полностью это благословение. Он должен был повиноваться. Вам нужно повиноваться Богу, чтобы его благословение пришло и воплотилось. Это мощная истина. Кто-то скажет, что я противоречу благодати. Нет, не противоречу. Бог благодатью явил нам милость. Он призвал нас. Он дал нам обеспечение. Вместе называемым там. И по благодати. Все по благодати. Позвольте мне еще привести личный пример. Бог призвал меня не потому, что я самый умный и талантливый. Бог явил милость ко мне, избрал меня не потому, что я ее заслужил. И Бог использовал меня не потому, что я этого заслужил или делал все правильно. Бог увеличил наше служение и так, что теперь мы достигаем миллионов и миллионов людей. Многие жизни людей меняются не потому, что я это заслужил. Я не достоин всего этого. Но если бы я не был послушен Богу. Если бы я не предпринимал шаги, которые Бог мне показывал, я не увидел бы, как Бог меня использует. Хотя Его благодать и дала мне все, мое распоряжение, мне нужно было отреагировать правильно, повиноваться Богу, чтобы все исполнилось. В 1999 году, в июне или в июле 26 числа 1999 года, Господь обратился ко мне, когда только начал свое служение 3 января 2000 года, я начал выступать на телевидении. Мы сделали необходимую подготовку, мы начали выступать на телевидении 3 января 2000 года, и Бог обратился ко мне, и я начал свое служение 31 год назад. С того момента, когда я начал выступать на телевидении, 32 года спустя, как я принял Божье призвание, и Бог мне сказал, только сейчас ты начинаешь делать то, к чему я призвал тебя. Если бы что-то произошло до этого момента, до 3 января 2000 года, и ты бы умер, то ты никогда бы не исполнил то, к чему я тебя призвал. И вы знаете, это меня, конечно, воодушевило, но и немножко разочаровало, потому что 3 января 2000 года, когда я начал выступать на ТВ, я служением занимался уже 32 года. Я видел чудеса, я видел воскрешение из мертвых, я видел великие вещи, прекрасные вещи. Я воодушевился, с одной стороны, так как видел уже благое, чудеса, я только начинал, а теперь что-то еще больше меня ждет. Но, с другой стороны, я немножко расстроился, потому что 32 года Бог готовил меня, и я только начинаю, тогда только начал свое служение по-настоящему на телевидении, как Господь мне сказал. И если бы я не повиновался Богу, когда Бог обратился ко мне впервые выступать на телевидении, я боялся, потому что телевидение дорого. Около миллиона долларов в год мы тратили только на телевидение, на один эфир только. Приважьте сюда бесплатные материалы, библейский колледж, который мы строим. Это много миллионов долларов. Это дорогое занятие. И до этого момента я переживал трудности, и если бы я ошибся, если бы не Бог мне сказал идти на телевидение, то я бы мог вообще уничтожить свое служение. Служением тогда я уже занимался 32 года, и в каком-то смысле я пошел на риск, и если бы что-то пошло не так, я бы просто разрушил все, что пытался делать 32 года. Но вот что мне сказал делать Господь. И я решил повиноваться Богу, сделать шаг веры. Потенциально это могло нас убить. Но когда я повиновался Богу и сделал так, сила Божья, благословения Божьи начали проявляться. До того, как мы вышли на телевидение, мы собирали миллион долларов в год, меньше миллиона долларов в год. А теперь я собираю пять с лишним миллионов долларов в месяц. Удивительно, как Бог дает обеспечение. Бог по благодати дает это призвание, ведет меня, говорит ко мне полностью по благодати. Но если бы я не повиновался Ему, если бы я действовал в страхе или не действовал в страхе, боясь неудачи, то тогда все то, что я вижу сегодня, никогда бы не произошло. Божья благодать открыла дверь, но мне нужно было в эту дверь войти верой и послушанием. На сегодня мое время закончилось, но я учу о том, как найти следует исполнить Божью волю, воплотить Божью волю. И послушание необходимо для исполнения Божьей воли. Это учение доступно в книге, также доступны рабочие тетради на эту тему учения. Это доступно на CD и DVD дисках, и также есть DVD свидетельства людей, как они исполнили Божью волю. Послушайте объявление о том, как заказать эти материалы. Пути Господни неисповедимы, так любят говорить люди. Но правда в том, что Бог желает открывать свою волю для нас. У Него есть предназначение, путь и цель. В книге «Как найти, следовать и воплощать Божью волю», Эндрю говорит о важнейших принципах в успешной и плодотворной жизни христианина. Как познавать волю Божью, как она нам открывается, какие опасности могут предостерегать нас на этом пути, что может помешать нам воплотить предназначение, а что наоборот может помочь. Из этой книги вы узнаете эти и многие другие важные особенности, как узнать, следовать и воплощать волю Божью. Для этого вы можете позвонить по телефону 8-921-993-7009 или 8-812-371-6104 или написать нам через наш веб-сайт cbtcrussia.ru. Вы хотите изменить себя и свою жизнь, но снова и снова терпите неудачу? Возможно ли вообще измениться к лучшему и сохранить эти изменения? Узнайте способ гарантированных перемен для себя и своей жизни. В книге Эндрю Вомака «Изменения без усилий» Эндрю раскрывает секреты, которые помогут вам освободиться от ненужного бремени и войти в полноту Божьих благословений и призваний. Вы много молитесь, читаете Библию, но в вашей жизни ничего не меняется? Книга Эндрю Вомака под названием «У вас уже все есть» – книга хороших новостей. Божий ответ на ваши молитвы не зависит от ваших дел и поступков. Он зависит от поступка, который уже совершил Иисус, когда отправился на крест. Прочитав эту книгу, вы получите знания, которые помогут вам изменить свою жизнь к лучшему. Наше зачастую неверное понимание христианства и формальный подход к вопросам веры мешают нам увидеть истинную природу и натуру Бога, который не желает ничего другого, кроме близкой дружбы с нами. Каков характер Бога? Какой он, добрый или злой? Почему он такой разный в Ветхом и Новом Завете? Отвечает ли Бог на наши молитвы? Любит ли он нас по-настоящему? Вам наверняка знакомы эти вопросы, вы либо задавались ими сами, либо слышали их от других. В книге Эндрю Вомака «Истинная натура Бога» Эндрю дает ясные ответы на эти и множество других вопросов. Чтобы заказать эту книгу, свяжитесь с нашими представителями. Контактная информация на экране. Еще раз повторим, что вы можете заказать учение Эндрю в книге на CD и DVD-дисках на его веб-сайте cbtcrusha.ru. Вы можете также получить эти материалы, позвонив по следующим телефонам в России 8-921-993-7009 или по телефону 8-812-371-6104. Вы также можете написать нам письмо, отослав его на адрес, который видите на экране. А теперь давайте посмотрим анонс завтрашней программы от Эндрю. Это такая простая истина. Но удивительно, как люди путаются. Они ходят в осуждении, что нужно либо делать все правильно, а то Бог вас не будет любить, благословлять и не будет действовать в вашей жизни, что совершенно не так. Бог любит нас. Никто не работает на него совершенным образом, и никто из нас не подходит по Божьим стандартам. Но Бог любит нас, призывает нас, ведет нас. Все это по Божьей благодати. Не пропустите передачу Истинной Евангелия завтра. Вы можете поддержать наше служение, чтобы мы смогли предложить вам еще больше книг и программы Эндрю Вомака на русском языке. Для этого зайдите на наш сайт cbtcrusha.ru. Зайдите в раздел «Пожертвовать». Далее, следуя указаниям на экране, заполните форму слева, указав свои контактные данные. Введите сумму для пожертвования. Обязательно поставьте галочку в разделе «Новости служения». Нажмите кнопку «Пожертвовать», чтобы сделать пожертвование с помощью кредитной или дебетовой карты. Безопасность платежа обеспечивается службой Яндекс. Благодаря вашим пожертвованиям наше служение сможет и дальше распространять истину Евангелия с Эндрю Вомаком. Если у вас есть вопросы или вы хотите сделать заказ книг и дисков Эндрю Вомака, свяжитесь с нами по одному из телефонов или написав на электронный адрес, который видите на экране. Редактор субтитров А.Семкин